Генри умер в прошлом году от тромба в легких, ему было 63. Он знал, что это случится, и принял все спокойно. Он следовал своему плану чуть более 20 лет. Он заработал 644 миллиона фунтов. Он оставил после себя два десятка хороших больниц и сиротских приютов, управляемых и финансируемых из Лозанны Джоном Уинстоном и его людьми. Его миссия была завершена. Откуда я все это знаю? Хороший вопрос. Я расскажу. Вскоре после смерти Генри Джон Уинстон позвонил мне из Швейцарии. Он представился просто главой компании Уинстон Шугар. И спросил, не приеду ли я в Лозанну, чтобы написать краткую историю компании. Не знаю, почему он выбрал меня. Наверное, ткнул пальцем в список писателей. Он пообещал хорошо заплатить и добавил, недавно умер замечательный человек. Его звали Генри Шугар. Думаю, люди должны знать, что он сделал для мира. Еще не зная всего, я спросил, правда ли эта история так интересна, что заслуживает написание. Это разозлило Джона Уинстона. Возможно, даже оскорбило. За пять минут по телефону он рассказал мне о тайной карьере Генри Шугара. Она больше не была тайной. Генри умер и больше не войдет в казино. Я еду, сказал я. В Лозанне я встретился с Джоном, которому сейчас за 70, и Максом Энгельманом, известным гримером, который ездил по миру с Генри, создавая для него фантастический грим. Их обоих потрясла смерть Генри, Макса даже больше, чем Джона Уинстона. Я любил его. Он был великий человек. Джон Уинстон показал мне ту самую синюю тетрадь с записями Чаттержа из Калькутты в 1935 году. Позже я переписал все слово в слово. «Один вопрос», — сказал я. «Вы зовете его Генри Шугаром, но не назвали настоящее имя. Разве вы не хотите, чтобы я рассказал, кем он был?» «Нет», — сказал Уинстон. «Мы с Максом обещали хранить его имя в тайне. Полагаю, рано или поздно оно всплывет. Он был известного английского рода. Но прошу, не пытайтесь узнать, кто он. Просто называйте его Генри Шугаром». Так я и сделаю. Генри Шугаром